Чем больше вы не довольны жизнью, тем больше жизнь не довольна вами. Привет, меня зовут Аша, и сегодня я снимаю видео своей психологической полочки, которая находится у меня за спиной. Оговори сразу, чтобы у тебя не было разочарования по поводу снятого материала. Это не будет профессиональный обзор психологических книг. Это будет взгляд человека, немножко такой, я бы сказала, студенческий взгляд человека на книги, которые, скорее всего, будут видеться на категории «Полезны для студентов психологии» и «Полезны для любителей психологии». И я сразу говорю, что, по крайней мере, мне не попадались действительно отличные книги по НЛП, нейролингвистическое программирование по тренингам и по пантомимике, то есть умение судить о человеке по его жестикуляции и выражению лица Миньки. Также сразу говорю, что моими любимыми психологами являются психологами, авторами, являются, конечно же, Владимир Ливи, о чём я уже говорила, Эрик Бёрн и Немов. Это моя золотая троица. Поехали. Эрик Бёрн. Игра, в которую играют люди, будет полезна как для студентов, так и для любителей психологии. В ней рассказывается об особенностях взаимодействия людей. Очень интересная и познавательная вещь. А, я уже сказала, мы сегодня по Европам. Педагогическая психология Сталия Ренко. Для студентов. Может быть, для педагогов. Советую. Владимир Ливи. Космическая атака. Лучше, чем написано на аннотации, я всё равно не скажу, поэтому я просто зачитаю, хотя я этого не люблю. Несмотря на то, что книга полна юмора, оптимизма и жизнерадостности, книга серьёзная, читать можно с любой страницы. Здесь и художественная проза, и глубинная психология, и стихи, и интеллектуальные задачки, и авторские рисунки, и песни. И, как всегда, у доктора Ливи. Ливи уима жизненные практики, пользы и для души, и для тела. Светло, живо, весело, проникновенно. О, и ещё забыла сказать, у меня достаточно странное мировоззрение по поводу иностранных авторов. Дело в том, что, на мой взгляд, психология — это такая наука, где нужно всё-таки учитывать менталитет клиентов. и полагаться на иностранных авторов — это то же самое, что полагаться на медика с другой планет, ведь на других планетах совершенно другая анатомия у существ, которые там живут. Так же и на Земле. У людей, проживающих в разных странах, разно психологически... По-разному устроена психика. Поэтому полагаться на иностранного автора, с моей точки зрения, как-то странно. Но бывают исключения. Так, в руках я сейчас держу иллюстрированные слова по психологии Кондакова. По названию уже ясно-понятно, что внутри есть иллюстрации. Без этой книги не обратись как к студенту, так и просто человеку, который хочет плеснуть своим умом в плане психологии. Международное общение. Авторы у нас Куницына, Казаринова и Погольше. И я, кстати, заранее извиняюсь, если какие-то формулили, я буду читать неверно. Все-таки институт я заканчивала очень много лет назад. Я старый человек. Рабочая книга практического психолога. Обожаю ее. Вот за что я не любила свой институт? Нафига мне ваша теория? Давайте мне практику. Ну, практику нам давали два раз единственных преподавателей и то на последних курсах. Так вот это бальзам на душу любого человека, кто хочет именно практиковать. Не знаю, что бы я делала без этой книги на своей практике в году учебы. Книга по НЛП. Называется «Сущностная трансформация. Обретение несекаемого внутреннего источника». Авторы Канира и Тамара Андреас. Для издания по НЛП неплохая. Зей Гарник. Основы патопсихологии. Если не знаешь, патопсихология. Ну, от слова «патология». От слова «патология» понятно, да? То есть это отрасль психологии, изучающая, анализирующая, диагностирующая именно людей какими-то пограничными психологическими расстройствами, либо полностью расстройствами. Книга чрезвычайно нудная, то есть в видении. Автор все никак не может родить, что такое патопсихология. Патопсихология является отраслью психологической науки. Она стоит на стыке психологии и психиатрии. Ее данные имеют самостоятельное и прикладное значение. В этом смысле ее можно подчислить по ограниченным областям знаний. И вот на протяжении четырех страниц автор никак не может произвести на свет все-таки термин, что такое патопсихология. София Нартова-Бочавер. Психология личности и межличностных отношений. Книга неплохая для студентов. Ананев. Человек как предмет познания. Не то чтобы для студентов, для студентов, пишущих курсовую. Вот так. Потому что, если читать эту книгу, ну, полагаю, мне не нужно говорить, что о всей психологической половичке я буду судить со своей колокольни. Так вот. С моей колокольни. С моей колокольни, если судить, то студент начинает читать эту книгу, ждет ее нудной и захлопнет. Она пригодна только для написания каких-либо работ. А вот чтобы понять и простить, здесь не думаю, что подойдет. Хотя, конечно, сколько людей, столько и мнений. Экспонентальная психология дружины. По названию понятно, это исключительно для студентов. То, что здесь формулы, расчеты, результаты в диагностике, только для студентов. Немов. Практическая психология подойдет как для любителей, так и для студентов. Тоже я бы без этой книги было мало, что могла бы сделать в период моей практики в институте. Психологи управления. Автор у нас. Урбанович. Ну, это то же самое, что психологи менеджмента. Неплохо. Недурно. Четыре. Психотехнология управления людьми. Панкратов и Панкратов. Неплохо. Четыре. Быть может, даже с плюсом. НЛП. Навыки эффективной презентации. Я уже говорила все книги по НЛП. Лично, если судить с моей башенки. Психотехнологии. Автор у нас Роберт Дилс. Джонсон. 40 упражнений тренинга НЛП. Все это неплохие книги, но... С моей точки зрения, основан ЛП или введение в человеческое совершенство, автор Ковалев, уже гораздо лучше и теплее, интересует Вилли практическая психология, автор Абрамова, неплохо, для студентов, практическая психология в тестах или как научиться понимать себя и других. Римская и Римский. Авторы у нас подойдут любителям и студентам. Психологическая диагностика под редакцией Акимова и Гулревича. Отличное издание для студентов. Студент психологии Берри. Стирование. Основной инструментарий практического психолога, автор Батаршев. Рекомендую исключительно студентам. Практическая психология управления. Авторы Танаев и Коронаук. Несмотря на легкомысленную обложку и не менее легкомысленное название, книга написана достаточно хорошо для того, чтобы быть инструментарием для студентов. Но книгу из этой категории, я считаю, можно найти получше. Но это тоже неплохая. Тренинги. Помнишь, что я говорила тебе о тренингах? Филипп Бурнард. Тренинг межличесного взаимодействия. Ну, книга и книга. Нормально. Пойдет. Одно из этих исключений, когда я считаю книгу по тренингам хорошей, это управленческий тренинг, автор Сани Сталт. То есть, тут еще автор иностранный, я его признаю. Но книга эта подойдет, ну, управленческий тренинг, подойдет именно для студентов, изучая, которые собираются становиться именно психологами менеджмента, либо тем, кто уже, собственно, на этом попричьи работает. Впрочем же, ну, в принципе, я считаю, думаю, и люди просто увлекающиеся психологией могут для себя что-то занимательное здесь найти. Тренинг. Увелись о себе. Автор Мануэль Смит. Ну, сойдет. Эрик Берн. Ведение в психиатрию и психоанализ. Для них посвящен. Подойдет как для студентов, так и для любителей. Прошу любителей жара. Психология, мотивации и эмоции. Для любителей и студентов. Ну, лучше, конечно, для студентов. Но любителям тоже, может, понравиться. Автор у нас... А, под редакцией Гиппенрейтер и Фаликман. Основу психологии, практику. Неплохо, но из этой категории можно найти получше. Автор Столяренко. Столяренко неплохо, кстати, писатель. Так что я придумала книга достойная. Но все равно между получше. Исайя. Профессиональная педагогическая культура преподавателя. Исключительно, если и для студентов, то уже последних курсов, разумеется, эта книга может подойти, раз она подходит для студентов последних курсов, разумеется, она подойдет уже для практикующих психологов в школах. И для учителей, я считаю, почему бы нет. Если ты студент психологии, у тебя обязана быть трилогия книг Немова. Психология. Каждая книга посвящена определенному разделу. Для облегчения восприятия поделю их на цветовые категории в зависимости от типа вложки. Значит, зеленое. Зеленое. Ой, дожди. Значит, красное. 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 Это начало. Это ведение. Это, я сейчас скажу конкретнее. Ведение в психологию, а также психология деятельности и познавательных процессов, психология личности и взаимоотношений человеческих. Зеленое. 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 Это у нас что-то там, по-моему, с диагностикой, с практикой. Ошибочка вышла. Педагогическая. Психология в основе развития, познавательные процессы поведения ребенка, формирование личности ребенка, основы обучения, воспитания и тому подобное. Педагогика. Ведение. Черное. Вот это, наверное, диагностика. Я немножко иногда путаюсь в этих томах. Да, психологическая диагностика, введение в исследовании с элементами математической статистики. Черное. 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 Вот это трио. Если ты, если ты студент по психологии, и у тебя нет вот этого трио немого, псссс, иди в магазин, че сидишь? Нажимай на паузу и дуй в лавку книжную. Тренинг разрешения конфликтов для начальной школы Джейми Валкер Ты помнишь, что я говорила об иностранных авторах и разнице между странами? Нет, конечно, если ты собираешься ехать в Америку и там быть практикующим психологом в школе, то конечно Хотя и тогда я бы эту книгу не то что бы советовала, но и не то что бы я бы не советовала Опять же, как я уже говорила, ничего, ничего плохого, ничего, Селинчук Ты помнишь о моей колокольне? Классический психоанализ детского возраста, отличнейшая брошюрочка, как мы видим по толщине книги Ну, я думаю, тебе тяжело будет ее достать, потому что это издание 24-го года, города Красноярска Социальная психология, словарь-справочник Ну, словарь-справочник, в общем, это вроде толкового словаря социального психолога Студент Конфликтология Вот, кстати, по конфликтологии тоже, я считаю, достаточно сложно, по крайней мере, мне найти действительно отличную книгу Поэтому Конфликтология Хрестоматия Составитель Леонов Леонов тоже неплох Студент Конфликтология, теория и практика Уткин Неплохо, да, неплохо Психология конфликта и переговора Авторы Хасам и Сергаманов Для книги по конфликтологии это достаточно хорошо написано Так что, если что, бери Ты студент психологии? Тогда вот эту книгу бери Конфликтология, автор Вишнякова Социальная психология Андреева Неплохо как для восприятия Ну, для изучения, имею в виду Так и для написания каких-либо работ Студенту Ну, любитель, я полагаю, тоже может поизучать Это действительно любитель Очень серьезный любитель Серьезно настроенный любитель Если так, то Практикум по социальной психологии Реала Пайнс и Кристина Маслыч Ну 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 Ну, да, можно Можно прибегнуть к этому изданию Ну, поищи лучше что-нибудь получше Ну, это тоже неплохое Социальная психология, автор Свен Цирский Могу ошибаться Плохо помню эту книгу Подойдет, думаю, и студентам, и любителям Практикум по арт-терапии под редакцией Каппытина Ну, арт-терапия Ну, арт Понятно, да? Догадываешься Неплохо Сойдет Любителям, кстати, может оказаться полезным Ну, студентам, да, конечно, разумеется Если уж любители, то студенты Любые игры Так Я надеюсь, по ту сторону экрана сейчас не извращенец сидит И он подумал То, что должен был подумать Не то, что подумал И слежу с тобой Автор Дэвид Тоннер Для иностранца он написал достаточно неплохую книгу Аркадий Егидес Лабиринты общения Или как научиться ладить с людьми Несмотря на обложку И на слегка фривольное такое название Эта книга подойдет не только любителям Но и студентам По НЛП книга Измените свое мышление и воспользуйтесь результатами Авторы Андреас и Андреас Ну, можно Почему бы и нет? Кому можно? Можно любителям Можно и студентам Ховарь языка, жестов Автор Дмитриева Вот здесь я сделаю Более подробно О ней пару слов Чтоб ты Чтоб ты ее уж точно Не взяла Я-то думала Здесь описание Действительно Жестов Мимики На самом деле Ощущение складывается Что просто автор книги Кстати, автор книги у нас Нашла повод выписать Несколько цитат Нифига себе Несколько Духучая цитат Из классических произведений Как все выглядит Книга перелена на разделы Раздел эмоций Безнадежность Беспокойство Благодарность Восхищение Высокомерие И так далее Когда мы открываем Соответствующий раздел Например Беспокойство Сирич Взгляд русского Это означает То есть Например Описывается Позиция Наклоните голову Теребить пальцами И приводится Цитата Из классического произведения Вот что Начала Верочка Наклоняя голову И теребе пальцами Шарфик платка Видите ли Я вам Вот что Хотела сказать Вам покажется Странным и глупым А я Я вообще не могу И вот так вот По эмоциям По описаниям При этом Не приводится Суть Жеста По цитате Просто должна сама догадаться Просто Даша догадайся Сама Что это означает Нет Конечно же Я не отрицаю Большинство жестов Они Они очевидны Но все-таки Господа Офицеры Вот почему Я не советую Эту книгу Не верю Никогда Язык тела Гордон Уан Уай Неплохо На четверочку Типы темперамента В практической психологии Авторы Овчинников Владимир Лапалов Как известно Типы темперамента Основных четыре Холерик Холерик Сангвиник Флегматик И меланхолик Но данная книга Подразделяет Еще каждая из Мною Выше Указанных На подклассы На множество Множество Подклассов Только для студентов И выше Лучшие рефераты По психологии Для студентов Луузов Составитель Березина Полагаю Дополнительные комментарии Излишни Если Тобой Уже было Просмотрено Мое Видео О По полочке По саморазвитию Ты Могла Слышать Из моих уст Эту фамилию Козлов Книга называется Как относиться К себе И людям Или Практической психологии На каждый день Настоятельно Настоятельно Рекомендую Считай Я тебя заставляю Иди Бери книгу Любите психологии Вообще Любитель Как это сказать Вообще Даже если ты не любишь Психологию Не собираешься В ней разбираться Читать что-то Эту книгу Надо прочесть Потому что Жизнь станет Мужей Жизнь станет Веселее Студентам Она тоже Может быть Полезна Однако Настоящие Психологи Ненавидят Козлова Они считают Эту Непрофессиональным Человеком Который Стремится Заработать Славу Благодаря Подобным Книгам Но Книга чудесная И Кстати Я Сначала Подшила Эту книгу Только потом Пошла На факультет Психологии Так что Зря Вот Психологи Недооценивают Козлу Для любителей Книга Исключительная Быть может Она и не Преподает В высокие материи Зато Дает Самое Основное Для того Чтобы понять Другого человека Вообще Научиться Правильно Жить Мыслить Действовать И так Далее Запомни Это Имя И Это Название Я даже Задержу Книгу Перед экраном Ой Перед камерой Вообще Эта книга Должна Поидеть Стоять На другой Полочке По саморазвитию Но Как-то Она сюда Попала Я Настаиваю Нажимаю На паузу Иди В магазин Ты записал Записала Название И фамилию Ну-ка Ты помнишь Что я за тобой Слежу Дэйл Корнеги Я даже Комментировать Не буду Все Дагая редакция Мы подходим К концу Значит Вадим Владимир Леви Не стандарт Ребенок Я тебе уже Показывала Но зато Я тебе Не показывала Владимир Леви Не стандарт Ребенок Искусство Быть другим Книга Вторая Эту книгу Также тебе Рассказывала В полочке По саморазвитию Владимир Леви Приручение страха Понятно Владимир Леви Вагон удачи Ну здесь Все понятно Как выйти с депрессией Как приманить К себе Удачу Вагон удачи Море удачи Океан удачи И Владимир Леви Искусство Быть другим Сирич Искусство Быть эмпатом То есть Как Понять Другого человека Поставить себя На его место И все В таком духе В общем Как Ну искусство Быть другим Название Опять же Себя Оправдывает На этом У меня все Я тебе желаю Чтобы все Тебе Книги Не понадобились Потому что Ты прирожденный Психолог И С самого рождения Знаешь Как общаться С людьми И как Вы хотите С конкретной ситуации Я тебе желаю Чтобы Какой-то ситуации В твоей жизни Не было Будь до Добра Эмпатии Слово Переживания Тебе Море 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 Счастья И Море Море Вкуснячьих Тебе Деликатесов И при этом Не толстеть На этом все Пока По скрипту По скрипту Если ты хочешь Обзор Еще Каких-нибудь Полок То Во-первых Я тебе Оставлю Ссылку На Видео Где Я Показываю Всю свою Домашнюю Библиотеку Книг На всякий случай Я перечислю И так У меня есть Про Кунина Я уже снимала У меня есть книга Посвященная Россию И ее истории У меня книга Есть Полка Японии Полка Мифологии Самых разных Культур и стран Полка Женских романов Полка Ужастиков Стивен Кинг И прочее Полка По Египту Кстати Она здесь же Вот Полторы полки Значит Половина полки Белянина Половина полки Дина Екатерина Екатерина Одно время Я бабы Знаю Это Наверное Но Здесь Половина полки Отведена Крапивину И Экскурсовод Что у меня еще есть? Ага Полка Зарубежной классики Жильверм Дюма Полка Полка Скажем так Многие называют Это русская фантастика Но я это называю Приключенческие Исторические романы То есть Это Алексеев Семенова Я даже не помню Всех своих полок Их много В общем Оставляйте Свои запросы С удовольствием Выполни Точно Пока Субтитры Семенов